Добрый день, дорогие друзья. В прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». Мы выходим одновременно и на радио, и телевидении. В студии режиссёр Николай Слепцов-Айдын, у микрофона Любовь Петрова. Национальный художественный музей – крупнейшее художественное собрание на северо-востоке Сибири, в Якутске. В нём собраны произведения искусства не только художников Якутии, но и выдающиеся полотна западноевропейского искусства, «Русские произведения искусства. Искусство Востока». Об истории музея и его сегодняшнем дне в выставках и проектах поговорим с гостями студии. Генеральный директор Национального художественного музея, кандидат искусствоведения Влада Владиславовна Тимофеева. Здравствуйте. Здравствуйте. Заместитель генерального директора по научной и выставочной деятельности Национального художественного музея Республики Сахай-Куте, кандидат искусствоведения Юлия Владимировна Коровцова. Здравствуйте, Юлия Владимировна. Здравствуйте. Дорогие друзья, мы находимся в прямом эфире. Наши телефоны 320-066-3211-66. Пожалуйста, можете позвонить к нам во время прямого эфира и задать интересующие вас вопросы нашим гостям. Влада Владиславовна, с вас начнём разговор. Национальный художественный музей — это не только крупнейший художественный музей искусств, но и старейший. Отчёт ведётся в 1928 году. И на самом деле с 20-х годов прошлого столетия правительство молодой республики с самого начала ставило вопрос о создании художественной галереи на вечной мерзлоте, образно говоря. И за этим стояли крупные имена. Было такое научно-исследовательское общество Сахак-Искеле. Вот секцию искусства возглавлял Платон Аюнский. И это была идея Аюнского, Сафронова, Бало. И затем Максим Амосов с 1926 года вёл переговоры о передаче из Государственной Третьяковской галереи произведений русской классики «Республики в дар» для создания картинной галереи. Вот так и родился наш музей. 8 ноября 1928 года был открыт картинный зал при Областном краеведческом музее. И наравне с русской классикой были представлены художники Сибири и наши якутские художники. Это и Иван Васильевич Попов, и Михаил Михайлович Носов, Пётр Петрович Романов, Георгий Туралысов. Ныне это классики искусства Якутии. Стоявшие в основании изобразительного искусства Якутии. Ну и дальше, да? Как развивалось? Ну и, конечно, удивительно, что вот в это непростое время, а мы понимаем, да, 20-е годы, там были большие проблемы у республики с экономикой, с образованием, с медициной. Вот ставятся такие вопросы. Это говорит о том, что наши государственные деятели мечтали видеть жителей Якутии образованными, культурными. И наш музей становится отдельным учреждением в 1946 году, послевоенное время. Тоже вроде бы такое историческое тяжёлое время. Переходный этап. Да, да. И этому удивляешься. Вот когда читаешь историю Якутии, да, что в такие сложные времена наш культур был востребован, и наше правительство прекрасно это понимало. Потому что они в Левомедине. Да, да, да. Потому что я думаю, что жители Якутии, это на самом деле очень талантливые люди. И об этом говорили многие именно в плане художественном талантливые. И чтобы здесь было профессиональное искусство, вот необходимо было создать такой институт, художественный музей. И сейчас мы имеем плеяду, можно сказать, созвездия прекрасных живописцев, скульпторов, графиков. Это, конечно, в том числе и благодаря работе Национального художественного музея. — Ну а вы Национальным художественным музеем же стали вот в 90-е годы, да? — Тоже непростое время. — Да. — Как раз перелом. — Да, да. — К сожалению, вот в 80-е годы наш музей ушёл в тень. Находился он на Хабарово, на первом этаже жилого дома Хрущёвки. И представляете, русская классика, западноевропейское искусство, искусство Якутии. Это и косторезная, и резьба по дереву, и живописи, графика, и скульптура. Всё помещалось каким-то чудесным образом. Мы сейчас просто удивляемся вот в этом помещении. — Маленькое совершенно. — Конечно, невозможно было делать выставки, какие-то крупные выставочные проекты. И когда пришла вот к руководству в 95-м году Ася Львовна Габышева, она понимала, что первоочерёдная задача перед ней стоит, как перед директором, это создание материальной базы. И вот в 2000-е годы действительно вот лёд тронулся, и появляется в центре города такой храм искусства. Это наш национальный художественный музей. Это не просто музей, это же целый комплекс. Благодаря Ася Львовне Габышевой мы имеем и галерею зарубежного искусства профессора Михаила Фёдоровича Габышева, и картину-галерею академика Афанасия Осипова, ну, выставочный зал, и сейчас там выставка прекрасная идёт Петра Романова к столетию СССР. Ну и наше здание по Кирово-9 на площади Ленина. Ну, а о сегодняшнем дне Национального художественного музея? Ну, здесь, конечно, можно много говорить, и работа музейная намного аспектная, включает в себя различные направления от просветительской деятельности, экспозиционно-выставочной и научно-исследовательской. Научно-исследовательская деятельность – это оплот музейной деятельности. У нас существует отдел, где работают сотрудники, которые занимаются не только изучением музейного собрания, подготовкой публикаций, и как по коллекции, так и по вопросам изобразительного искусства. И, конечно, одним из направлений деятельности научной является проектная деятельность. И на сегодняшний день у нас есть ряд интересных проектов. Среди них можно обозначить такой проект, как «Материальная и духовная культура народа Саха XVII-начала XX веков в музеях мира», над которым мы работаем с 2012 года. И у нас уже есть чем гордиться. Результаты наших научно-исследовательских экспедиций в зарубежные музеи получили свое воплощение уже в реальном труде, в научном труде. В 2018 году мы издали первую часть каталога «Материальная и духовная культура народов Якутии», включающая раздел, посвященный музеям Германии. Как известно, многие коллекции музейные в начале XX века были вывезены за пределы республики, и очень много в музее Германии оказалось. И настолько много, что нам пришлось еще раз организовывать экспедицию, и теперь мы готовим к изданию. Надеемся, что в этом году оно увидит свет, и будет издана вторая книга, посвященная также музеям Германии. Ну, может быть, еще дополнишь по материальной культуре? Да, это действительно уникальный такой материальный, исторический культурный пласт, который хранится в музее Германии. Дело в том, что Европа большой интерес имела к сибирским народам, к этнографии, и благодаря этому создавались эти уникальные коллекции, буквально срезающие, антропологически срезающие весь культурный пласт жизни, быта здесь, на территории Якутии. И там представлены предметы долган, юкагиров, эвенов, эвенков и народа саха. Вот. И есть уникальные комплексы, например, связанные с шаманизмом, которые представляют большой научный интерес, и ничего подобного не сохранилось, к сожалению, у нас в наших музеях Якутии. Потому что понятно, что музей, как институт, он сложился в нашей республике позже. Да. И, конечно, на самом деле консервация предмета, сохранение, умение сохранить его, реставрация, она в Европе шла вперед. Вот. И поэтому мы, когда видим эти предметы, мы удивляемся сохранности. И большой низкий поклон хранителям музеев Германии, которые бережно сохранили одежду, которая, ну, не верится, что это вот 200 лет вот этой одежде, да, в очень хорошем состоянии. И, конечно, когда выйдет книга, это будет уникальный материал, там много новых открытий. А они тоже изучением занимаются, да, или только выставляют? Наших коллекций, к сожалению, в музее зарубежные не занимаются, они их хранят, но не изучают. Поэтому для них вдвойне интересно, что мы приезжаем, мы описываем. Зачастую у них в инвентарных книгах неправильно даны названия. И как эта вещь существует у нас в республике называется, всё запутано. И поэтому для них очень важно, что мы издаём такие труды и вносим изменения так, как должна вещь называться, аутентичное название. Иногда даже удаётся сделать какие-то открытия, узнать имя мастера. Работа очень интересная и много открытий в себе содержит. А вот жители нашей республики, может быть, хотят посмотреть, но одно дело там посмотреть вот в каталоге, да, а в реальности. Вот возможен такой вот обмен, такие выставки? Будет возможность. В этом году будет ночь в музее 21 мая и реконструкция одного предмета, который представлен в каталоге материально-духовной культуры народов Якутии в музеях мира из музея Линден. Начальник. Да, начальник. Это реконструкция начальника, она будет представлена, и потом мы в экспозиции покажем этот начальник. И любой желающий, кто не смог прийти на ночь в музей, смогут прийти просто в музей на постоянную экспозицию и познакомиться с этим объектом. Это говорит о том, что народные мастера, современные, они черпают знания, вдохновения в нашем научном труде и создают реконструкции. Это очень важно. И, кстати, это уже не одна реконструкция предметов из нашего каталога. Это очень хорошо, это очень важно. Ну и дальше же, да, работа идёт? Работа идёт дальше, продолжается. Мы работали также в других зарубежных музеях. И здесь я хотела бы сказать, что нас интересует не только коллекции сибирских народов, которые хранятся за рубежом, но у нас существует ещё один проект, который называется «Раритеты Якутии». И, конечно, он непосредственно связан с изучением уже коллекции музеев, наших муниципальных музеев, частных, внутри республики. Это тоже долгосрочный проект. Он существует с 2010 года и включает в себя, помимо того, что издаётся большой альбом-каталог, ещё и выставку того или иного улуса в нашем музее. Но мы после... Сейчас у нас реклама, после рекламы мы вернёмся и продолжим наш разговор в прямом эфире. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш прямой эфир в программе Якутск сегодня. Сегодня тема нашего разговора Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия. И у нас в гостях генеральный директор Национального художественного музея Республики Саха-Якутия, кандидат искусствоведения Влада Владиславовна Тимофеева и заместитель генерального директора по научной и выставочной деятельности музея, кандидат искусствоведения Юлия Владимировна Кравцова. Людя Владимировна, вот вы продолжили Да, мы с вами разговаривали про проект раритеты Якутии, и я уже сказала, что он у нас существует с 2010 года и включает в себя не только великолепное издание, посвященное коллекциям муниципальных музеев, но и выставку того или иного улуса у нас в Национальном художественном музее. Проект очень интересный. Наши коллеги из научно-исследовательского отдела вместе с реставраторами выезжают на места в улусы, администрация которых заинтересована в изучении своих коллекций, которые хранятся в музеях. Помимо того, что наши сотрудники изучают музейные коллекции, помогают с консультациями, как хранить предметы. Наши реставраторы некоторые вещи реставрируют даже на месте, дают консультации тоже, какую-то методичку, как можно обращаться с предметом, как их можно хранить. И в результате отбора уже предметов, чуть погодя, уже в нашем музее делается экспозиция. И уже на сегодняшний момент состоялось в нашем музее 8 выставок различных улусов. И 16 улусов. Да, которые участвовали. Надо сказать, что изданий не так много. Это, конечно, зависит от финансовых возможностей. Но мы издали совместно с администрациями Сунтарского улуса каталог, каталог с Чуропчинского улуса. И в прошлом году нашими коллегами, руководителями проекта Ася Львовна Габашева и Галины Гавриловны Неустроевой, был издан каталог раритета Якутии, художественные наследия горного улуса, который был презентован в этом году летом. В прошлом году летом. Да, на играх Мончары. Но надо сказать, что этот проект раритета Якутии, его якутияне же очень любят, да? Горожане очень любят. Да, особенно когда выставка организуется у нас в музее, у нас все мероприятия сопровождаются различной публичной программой, включающей лекции, экскурсии, встречи с мастерами, с художниками, с выходцами из улусов. Потому что наша земля, она богата выдающимися людьми. И очень важно знать, что тот или иной известный человек, он выходит из того или иного улуса. И люди очень гордятся, когда некоторые даже не знают для них открытия, что этот человек и его семья, они родом из того или иного улуса происхождения. С проектами уже закончили, да? Сейчас к выставкам перейдем или еще? Можем рассказать. И экспозиционно-выставочная деятельность, она тоже сопровождается различными проектами. У нас замечательный проект. Мы единственный музей в республике, который три раза побеждал в национальном проекте «Культура». Это федеральный проект. И получил поддержку на издание такого проекта, как «Артефакт». Артефакт. Артефакт реализуется на цифровой платформе. Если простым языком говорить, человек скачивает приложение «Артефакт» на мобильный телефон. Он может это сделать у нас в музее. Вай-фай включить и скачать. И когда она вводит камеру с приложением на произведения из коллекции, мы получили поддержку для реализации проекта «Искусство Якутии», где оцифровали 40 произведений. И также художественный мир Афанасия Осипова в галерее Академика Осипова. И в этом году, буквально недавно, мы выиграли третий раз. И будет оцифрована наша коллекция русского искусства. 40 произведений мы предлагаем, они утверждают. Если всё проходит, мы имеем возможность. И человек имеет возможность, во-первых, зайти в интернет на эту платформу и посмотреть наши коллекции. Не только, например, из любой точки мира. Вот интересуется он, например, творчеством художника Куинжи. Зайду-ка я на платформу «Артефакт», наберу, например, Куинжи. Там выйдет уже наше тоже произведение. Это тоже большие возможности для исследовательской работы, для тех людей, которые интересуются творчеством того или иного художника, или развитием какого-то направления в изобразительном искусстве. Ну вот человек приходит, наводит в камеру мобильного телефона, и он может узнать о творчестве художника, может узнать о каких-то особенностях этого произведения. Есть такие называемые точки интереса обычно. Ну там три точки мы обозначаем, и вот какую-то интересную информацию узнаёт о произведении, которое представлено в нашей экспозиции постоянно. Ну так же вот отреставрировано же здание Европейского искусства. Да, в рамках столетия ИССР мы попали в федеральную программу, и здание галереи зарубежного искусства имени Габышева было отреставрировано, и не просто отреставрировано, а музеифицировано. Там новейшее оборудование по музейному климату, там специальный музейный цвет, и очень красивая экспозиция обновлённая, в которой наша коллекция заиграла абсолютно по-другому. И очень многие посетители, когда приходят к нам в галерею зарубежного искусства, они говорят, что попали в такой маленький Эрмитаж. И, кстати, к открытию этой галереи мы привезли выставку из Приморской картинной галереи «Фландрия, Голландия. Три века искусства». Это большой выставочный проект, которых долгое время не имела Якутия. Я считаю, что это большая победа нашего музея, что мы привезли эту выставку. Это такой подарок к столетию ИССР всем нам, жителям Якутии. — И вместе с нашей коллекцией соединились? — Да, было привезено 16 произведений, но они отличаются от наших. Например, там есть «Марина», это морской пейзаж. В нашей коллекции нету морского пейзажа. И, образно говоря, Владивосток у нас тоже связан с морем. Ну и мы добавили свои произведения, обогатив. И не случайно мы обратились именно к Голландии, потому что Михаил Фёдорович Габышев, меценат, профессор, который подарил Якутии западноевропейскую коллекцию, он начинал свою коллекцию именно с собирания так называемых «малых голландцев». Вот это небольшого размера картины 17-го века, 18-го века. — И кроме этого у вас же там ещё и инклюзия есть, да? — Да. И, конечно, к открытию галереи, так как мы хотели, чтобы все слои населения могли посещать эту галерею. Во-первых, там пандус для маломобильных есть. Она оборудована специальными тифлокомментариями, мнемосхемами для слабовидящих людей. Ей специально подготовили проект музея Сизаймы. Это 3D-тактильные модели, которые были созданы совместно с Дворцом детского творчества, с технопарком Кванториум. Ученик 11 лет Айсен Ю создал вместе со своим педагогом Максимом Савиным три копии японской «Нецки». «Нецки» — это такие небольшие фигуры из бивня слона вырезанного, которые можно трогать, брать в руки. И здесь можно проводить работы разного характера. И со слабовидящим населением, и с детьми, и инклюзивные занятия проводить. Потому что совместно с библиотекой для слепых мы подготовили тифлокомментарии на шрифте Брайля и этикетаж. Ну и, бессловно, всегда детям особенно интересно, помимо того, что ты видишь этот экспонат в витрине, а тут ты его можешь взять и уже пощупать, и со всех сторон ощутить, что же это такое. Ну вот юбилейные мероприятия у вас уже завершились, да? Нет еще? Они только начинаются. Продолжаются. Продолжаются. И мы будем радовать жителей Якутии специально к столетию ЕССР. Благодаря большой поддержке правительства Якутии мы привозим грандиозную масштабную выставку из Государственной Третьяковской галереи. Так что 2 июня ждем всех в гости посетить эту уникальную выставку. А чем она уникальна? Потому что мы попытались создать в буквальном смысле в своем помещении, в своем выставочном пространстве как бы воссоздать залы Третьяковской галереи, создать и передать вот этот дух старой Москвы и вот этой уникальной коллекции, чтобы человек, переступив зал, он как бы очутился в другом пространстве. Вот это была задача. И, конечно же, сама коллекция, там очень много будет классических произведений, известных имен, очень много произведений из постоянной экспозиции Третьяковской галереи, которые никогда не вывозились. Они вывозятся в Якутию как большой подарок, поздравление всех нас столетиями СССР. И сколько будет картин? 56 произведений. Будет не только живопись, будет и скульптура. Два века будет отражено развитие, начиная с 19-го и 20-й век. То есть в советское время мы тоже захватим, редко тоже показывается. И мы хотели как бы сопоставить с нашей коллекцией. Во-первых, наша коллекция начиналась как раз с передачи Государственной Третьяковской галереи. И весь 20-й век систематически государство как бы комплектовало наш музей отечественным искусством. Она замечательная коллекция советского искусства. И как бы вот эта перекличка коллекции, она будет. Вот. Ну, конечно, будет... А где будет проходить это? В основном здании. В основном здании, да. В центре города, по улице Кирова 9. На втором этаже. Вот. Мы говорим «Зал графики». Там когда-то вот была постоянная экспозиция, графики. Но графику нельзя показывать, ну, годами, потому что это... Особый вид такой, который требует хранения. Да, особый вид искусства, который надо показывать, потом обязательно убирать, потом опять восстанавливать. То есть этот зал мы оборудовали опять-таки особым музейным цветом. По всем требованиям федеральных крупных музеев, климатом особым. И там сможем принимать крупные выставочные проекты. И планы у нас большие. Дорогие друзья, мы сейчас прервемся на рекламу. И после рекламы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор с сотрудниками Национального художественного музея. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш разговор о Национальном художественном музее. И продолжим разговор о проектах и о выставках сегодняшних и предстоящих. Да, как сказала Влада Владиславовна, крупнейшая выставка сокровища Государственной Третьяковской галереи нас ожидает. Но не только эта выставка у нас состоится в ближайшее время. Мы также ждем у себя в музее выставку из собрания Московского музея современного искусства. Музей очень известный. У нас в республике в начале июня месяца, со 2 по 8 июня, состоится большой фестиваль современного искусства под названием «Территория», который получил поддержку Министерства культуры и духовного развития Республики Сахая-Кутия в лице нашего министра Юрия Степановича Куприянова. И вот в рамках этого фестиваля в нашем музее 3 июня откроется большая выставка из собрания этого музея, где под названием «Человек и его ландшафты». Очень интересная концепция, где будет представлено две линии человек и непосредственно его ощущение реального ландшафта. Ну, как всем нам знакомые пейзажи, пленерные какие-то композиции, заканчивая какими-то полуабстрактными фантазиями, снами, видениями человека. И вторая линия — это уже непосредственно как человек пластическим языком преображает какие-то ландшафты. И будут представлены произведения художников в широком хронологическом спектре, начиная с произведений начала XX века и заканчивая уже произведениями авторов XXI столетия. Ну, известные имена, наверное, для тех, кто интересуется изобразительным искусством. Но Сальвадора Дали, безусловно, все знают. Две работы у нас будет Сальвадора Дали из собрания этого музея, а также таких художников, как Тышлер, Мыльников, Рабин и многие другие. Поэтому мы сами с непетерпением ждем эту выставку и надеемся, что наши посетители тоже получат удовольствие от лицезрения работ художников с такой вот интересной позицией и концепцией выставки, как человек его ландшафты. И так, как я уже сказала, будет это проходить все в рамках фестиваля «Территория», фестиваль, он посвящен театральному искусству, и также гости и жители нашей республики смогут посетить ряд спектаклей в рамках этого фестиваля. И некоторые спектакли состоятся в пространстве внутреннего двора нашего музея. Поэтому тоже очень интересно будет. А спектакли кто будет показать? Это будут тоже артисты из московских театров, приедут сюда специально. И вот такие как бы уличные спектакли. Будет задействован ряд городских пространств нашего музея, нашего города, в том числе и внутренний двор в нашем основном здании. Уличный спектакль «Картон» будет показываться. Это лауреат «Золотой маски», очень интересный, экспериментальный спектакль. Пройдет 2 июня и 3. Приобретайте билеты в кассе музея. Потому что это уникальный абсолютно спектакль. И возможность в Якутске увидеть уличную экспериментальную постановку. Это не каждый день дается, поэтому обязательно надо сходить. Синтез такой, да, искусство. Да, да. И это в рамках одного фестиваля. Как раз с выставкой ландшафта. И человек его ландшафта. Перекликаться будет. Да. Территория. Человек его ландшафта. Ландшафт тоже территория. Еще нас ожидает крупное событие в августе месяце. Мы все продолжаем отмечать столетие нашей республики. И с ответным визитом мы выезжаем с выставкой в ауре космоса «Современное изобразительное искусство Якутии» в Приморскую картинную галерею. Где мы покажем работы наших якутских современных авторов, художников-живописцев, графиков, скульпторов. Ну и, безусловно, мастеров народного декоративно-прикладного искусства. Нас там ждут. И мы надеемся, что это грандиозное событие состоится. В принципе, уже произведен отбор экспонатов. Будут решаться различные технические вопросы по транспортировке и так далее. Потому что все-таки выставку делать это не только финансово затратно, но и надо соблюдать тоже ряд требований для перевозки предметов, охраны и так далее. И сохранить самое главное, чтобы не пострадали. Да, конечно. И чтобы все к нам обратно вернулось в целости и сохранности. Ну вот еще о предстоящем закупе скажите несколько слов. Да, действительно. К столетию Якутии такой большой подарок для всех музеев от правительства, республики. Это выделение финансирования на комплектование. Долгие годы не выделялось финансирование. И вот в этом году у нас есть такая замечательная возможность. Конечно, мы как художественный музей отвечаем за целый пласт, за целый вид искусства. Туда входит и живопись, и скульптура, и народное искусство, куда входит и гобелены, и керамика, и резьба по кости. То есть это огромный пласт. И, конечно, хотелось бы, чтобы это было на регулярной основе. И мы всегда министерству культуры, правительству объясняем, что это необходимо делать регулярно, потому что музей, он как бы не только хранит, он же еще и формирует эту историю искусства. А планомерное формирование только за счет комплектования, возможно. Ну вот в этом году прекрасное такое событие, и мы действительно покупаем в первую очередь наших современных якутских художников. Ну здесь можно уже озвучить, что мы приобретаем в нашу коллекцию замечательное полотно, уже можно сказать классика якутского изобретельного искусства Эдуарда Осича Васильева под названием «Сехи Хельсона». Наверное, вы уже слышали об этом произведении, над ним художник работал более 20 лет. И теперь его можно уже увидеть в рамках нашей выставки «Генерация республики». Поэтому приглашаем в наш музей, пожалуйста, приходите. И будет в ночь музея же будет, да? Да, вообще 18 мая – это международный день музея. Наш профессиональный праздник. Да, и традиционно это день открытых дверей. Мы, пожалуйста, приглашаем всех горожан к нам посетить постоянную экспозицию. А 21 мая мы проведем ночь в музее. Это тоже традиционное мероприятие, большое, масштабное, где ждет очень интересная программа наших жителей. 18 мая, кстати, в галерее зарубежного искусства пройдет награждение премии главы республики, лучших сотрудников музейных, лучших музеев Якутии. Это премия имени профессора Михаила Федоровича Габышева. Наш музей был инициатором этой премии, и мы очень рады, что она возродилась. Вот, Влада Владиславовна, вы недавно стали генеральным директором Национального художественного музея. Я думаю, радиослушателям нашим и телезрителям интересно будет узнать вот о вас. Как профессионали, где вы учились, где становились как профессионал? Да, ну, я с самого начала, наверное, жизненного пути любила рисовать, поэтому проявился интерес к изобразительному искусству. Поступила в художественное училище имени Романова. После этого поехала в Петербург поступать в институт имени Репина на факультет живописи. Мечтала стать художником. Ну, так получилось, я не поступила, и сразу же поступила в университет имени Герцена. Это огромный университет. На набережной Мойке училась на факультете изобразительного искусства. Там очень мощное искусствоведение. Лекции нам читали в Эрмитаже, в Русском музее. И, конечно, это определило мою судьбу именно как искусствоведа. В дальнейшем, когда я приехала обратно в Якутию, а я не представляла, что я куда-то еще могу поехать, я стремилась именно здесь жить и работать. Я работала в художественном училище, потом в Арктическом институте преподавала, и затем пришла в музей. В музее меня всегда звали, потому что знали меня как искусствоведа, человека, пишущего, издающего монографии. Я защитила диссертацию кандидатскую в 2006 году. И как один из таких перспективных искусствоведов Якутии, была приглашена в музей. Конечно, я пошла в музей, потому что понимала, что именно в музее формируется сама история искусства Якутии. И изучается она в музее. Именно там. Поэтому вот мой путь такой. Начала в музее работать как научный сотрудник. Потом небольшое время я была заместителем директора по науке. Ну и в 2020 году стала директором музея в это непростое, но очень интересное время. Ну а вот вы как директор музея, каким видите музей в перспективе, в будущем? Вот мечты, может быть, ваши какие-то? Музей должен быть востребованным, современным, наполненным посетителями. Конечно, музей — это не просто выставочная деятельность. Это ошибочное понимание. Мы не выставочные галереи, не выставочный зал. У нас большая миссия. Да, большая миссия. Почему у нас есть научный отдел, потому что в музее куётся, пишется и создаётся история искусства Якутии. История искусства, да. Это миссия наша. Но наша задача — сделать музей для людей. Да. Дорогие друзья, на этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok